Микс Ньюс 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 Ну и как я увидел, что каждый день статистика уже приемлемая стала, я перебрался обратно в Ригу, я был вне города. Многие проекты остановились у меня и ждут момента, когда они могут возобновиться. Ну вот вы уже сказали, что на Вимео можно посмотреть картину Клеютай, но насколько вот эти способы, вот сейчас я понимаю, ищут, я знаю, что и другие создатели фильмов были вынуждены из-за того, что кинотеатры закрыты, свои фильмы таким образом представлять зрителям. Вот насколько вот такая практика может сохраниться после того, когда ситуация нормализуется и, может быть, это коронавирус подстегнет каким-то новым формам общения, просмотра фильмов? Ну, во-первых, надо сказать, что очень-очень есть хороший, большой, сильный толчок именно к коммуникации вне, ну, как бы не находясь рядом с человеком, что мне облегчило работу, находясь вне города, да, потому что какие-то вот разработки сценариев, там, актерские репетиции или другие вещи, они возможны тоже, как бы, вот так вот в Зуме или, я не знаю, в других платформах, да, созваниваясь, и люди как бы это уже принимают как само собой, скажем так. Разумеющиеся, да. Ну, как нормально принимают, это очень хорошо, это очень-очень-очень позитивный сдвиг, да. Что касается, вот, именно кино, я бы хотел заметить, что, наверное, актеры, именно актеры, это те, кто больше всего пострадал вот в этом, в этом, в этой ситуации, потому что, ну, как бы, театры у них закрыты, да, и, ну, им, им совсем сложно, да, вот, и много разных новоторных таких решений. Я могу сказать о том, в какой разработке я сейчас нахожусь. Да, вот это будет тоже интересно. Значит, значит, актер Андрис Кейш, актер Эгон Домбровскис и актер Янис Скутылес вместе с режиссером Матэй Скажа решили создать кино, черточка, театр. В буквальном смысле. Значит, соедините элементы кино и театра и все это запустить в прямом эфире, так как сейчас уже мы видим во многих платформах, где можно купить билеты, когда-то можно было купить билеты вот в театр или в кино или на какие-то мероприятия. Вот так вот буквально с линком, да, с таким, как ты можешь заказать вот этот прямой эфир, да, заплатить за него билет и посмотреть кино, черточка, театр. Это будет такая уникальная постановка, которая не будет просто вот так вот создана, ну, как вот на сцене театра. Это будут, там в ней будут заключены все, как сказать, возможные в этом формате киноподходы, да, кинорешения, плюс театральное, вот, скажем так, театральные условия. Значит, это несколько павильонов и актеры передвигаются между павильонами с разными трюками, камеры беспроводные, они следят за ними. Там есть, как сказать, визуальная драматургия, да, ну, и так далее, да, это очень интересный проект, и они будут анализировать между собой, воплощаясь в героев таких легендарных фильмов, как «Мерныя Кулайки», да, я на русском языке... «Времена землемеров», «Времена землемеров», да. Это будет «Эзер Соната» и «Дубл Сласт». И они будут анализировать эти три фильма и играть какие-то сцены в этих фильмах, ну, не в этих фильмах, а, скажем так, сцены этих фильмов в тех же условиях, скажем так, где мы вот будем этот прямой эфир проводить. И все это будет, как сказать, направлено на, ну, предоставлено для людей, которые находятся дома, но в то же время мы знаем, что кинотеатры уже открыты по 25 человек, насколько я понимаю, ну, и какие-то ограничения, да. И, значит, этот же прямой эфир пойдет тоже в различных кинотеатрах и, может быть, даже на одном фестивале, но больше я вам сказать не могу, потому что это вообще топ-сикрет информации и, в принципе, первая радиостанция, первый медик, который узнал об этом, да, что вот Кейш с Домровским и с Кутерлисом решили сделать такой бабах. Ну, это ожидается, я понимаю, что еще не завтра, это через какое-то время еще, пока мы должны дождаться, да, этой постановки? Постановка пойдет в эфир, точно вам не могу сказать, но это конец июля, очень поздно вечером, когда темно уже, потому что у нас очень много сейчас кинотеатров, которые находятся под открытым воздухом, и темнеет поздно. Как летом у нас, да, в Латвии, что хорошо, мне, как кинооператор, это, честно говоря, нравится. И можно долго снимать по цвету. И, да, и, ну да, как сказать, это конец июля. Очень много работы, я вам скажу, по этому поводу, потому что мы даже сами не ожидали, насколько это сложный процесс, потому что там и в каком-то смысле тоже элементы телевидения появляются, да, именно технологического решения. Да, и современные технологии, мы знаем, как в мире некоторые фирмы начали производить какие-то устройства, которые помогают именно делать такие вот прямые трансляции, не осложняя это какими-то очень-очень большими, сложными, дорогими решениями, да. В принципе, я вам скажу так, наблюдая за технологическими процессами в мире, в мире кино сейчас, да, очень большой прорыв произошел, вот эти буквально полтора-два месяца. Но можно ли сказать, что чем-то это напоминает фильм 1917, Сэма Мендеса, где тоже как будто бы мы наблюдаем в реальном времени актёров, снятых вот непрерывно? Ну, это же получается, что это будет... Они готовились к фильму Мендеса шесть месяцев. Ну, нам как бы далеко до него, но в принципе, да, у нас мультикам, у нас будет три камеры, это немножко иначе, да, так как мы находимся в каком-то конкретном пространстве, и нам необходимо развернуться в нужных ракурсах. Ну, что касается 1917, это уникальная работа именно по совмещению и созданию ощущения вот того, что это в самом деле один день, ночь, одни сутки, а двух персонажей, да, одного персонажа больше всего, да, как бы это... Это, на самом деле, это уникальная работа, и тут надо сказать, что огромный вклад в эту работу внёс именно гениальный кинооператор Диккенс, да. Это, ну да, не могу даже выразить словами, насколько это сильная работа, и я был бы рад, если бы мы приблизились по ощущениям к этому творчеству. Ну, что касается именно кинотеатра вот этого спектакля, кино онлайн, да, оно тоже, оно как бы более аналитично, оно как бы имеет, ну, скажем так, вот наши герои, да, это три героя, да, они всё время меняются ролями, да, они всё время меняются ролями. Ну, допустим, вот, в фильме «Эзеро сонаты», да, «Соната озера», наверное, так правильно. «Эзеро соната озера», да. Там Гунар Ацелинский играет Андрис Кейш и Астрия Дукайриша играет Эгон Домбровский, да, и они вместе находятся в лодке и грибут, и это всё у нас в павильоне, да, всё по-настоящему. И мы пришли к выводу уникальному, да, что в нашем варианте, когда мы, ну, когда они будут анализировать эту работу, но это буквально в художественном смысле они анализируют, это не лекции, да, это вот такая художественная игра, очень много комедийных элементов и так далее, да, что в фильме, да, а на самом деле, да, они на этой лодке не шли или не ехали, да, скажем так, да, они были на пристани, там просто волны были, а у нас они находятся на долле, на коляске, киноколяске и реально передвигаются в леон. Но можно ли сказать, что здесь тоже очень важна работа оператора в этом проекте? Да, 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 ну, во-первых, это три различных киноработы, да, и они, каждая из этих работ снята абсолютно по-разному, и они между собой, как бы, вот эти фрагменты из этих работ и фрагменты, которые будут играть эти герои, они совмещаются, и тут, конечно, будет что-то среднее между всеми этими работами, да. Сложно, очень сложно в таких условиях создать вот такое вот, как вы говорите, в 1917-е глубокое, длительное переживание, но мы уже, у нас уже была такая цаурлайда, по-русски цаурлайда. Да, проход, да. И мы пришли, мы уже на трех часах, да, значит, три часа непрерывного актерского мастерства, просто гениальных актеров, и, ну, я думаю, что там нет рекламы, ничего подобного. Вот это очень важный момент, да, нет возможности пойти там куда-то за ко-ко-ко, ну, за напитком, да, и как бы ты в ситуации, в которой ты должен, ну, зритель прочувствовать вот сначала до конца всю эту историю. Это в каком-то смысле постановка о истории латвийского, советского кино, в том числе, да, о том, чему мы можем учиться от этого, и почему. Ну, вот есть очень много таких вот непонятных, с нашей точки зрения сегодняшнего взгляда, нюансов, да, в этих киноработах, которые просто не объясняются. Вот в фильме, допустим, Дублд Сласт, да, там герои Гунар, которого играет, просто заходит в чужой дом, почему так, да, ответ очень сложный, там его встречают, как бы и особо не удивляются, да. Много таких нюансов, о которых они будут дискутировать и, как сказать, работать над ними, да. В отличие вот от этого проекта у нас все-таки есть реклама, когда можно на секунду отвлечься, она будет очень короткой, после чего мы продолжим разговор Александра Сгребневс у нас сегодня в студии. Не переключайтесь. Продолжается программа «Синема». Александр Сгребневс, наш латвийский кинооператор, сегодня с нами на связи. Вот, Александр, действительно, мы вот говорим про этот интересный очень проект, который и кино, и театр объединяет и дает такие удивительные возможности на три часа непрерывного действия погрузиться в режиме реального времени. Я знаю, что сейчас очень многие ищут какие-то новые формы, и в России, например, сейчас становится очень популярным такой жанр сериала, где действия происходят именно в Зуме. То есть, есть такой сериал «Сидя дома», где все герои из своего дома, это как бы такая вымышленная фирма, и все комедийные ситуации, которые решаются, это все происходит, вот актеры сами себя снимают. То есть, я обратил внимание, там даже в титрах написано, что каждый актер снимал сам себя, и вот в связи с этим нет ли угрозы профессии оператора? Поскольку получается тогда, что вот все больше и больше актеры обходятся вот даже без профессионального оператора. Да, это хороший вопрос. В Латвии, кстати, тоже очень популярны, есть такие спектакли в Зумах, да, но тут есть один нюанс, да, зритель все-таки хочет видеть качество, да, он хочет чувствовать и прочувствовать. И я так предполагаю, что после этих нескольких месяцев этой ситуации Зум немножко становится, так как сказать, немного уже, ну, он, ну, подустали люди от него, да, и он постепенно, мне кажется, все-таки переходит в форму вот такого вот узкого интереса. Я, допустим, в Зумах очень много информации сейчас получил, новые, кстати, тоже о съемках, допустим, того же фильма 1917, где берут интервью у оператора этого фильма, да, и так далее. Кому интересно, актерское мастерство может погрузиться в такие вот спектакли, даже если этих людей немного, да, то на всю страну, допустим, России, этого будет достаточно. Но я вот заметил вот такой вот нюанс, я нахожусь в каких-то группах российских тоже, вот, в группах киношников, да, и я заметил, что там очень много вот именно работы проводится бесплатно, да, вот, и обоснование заключается в том, что вот мы, допустим, театр, у нас нет денег и так далее. Я хотел бы сказать, что, не знаю, как у нас в Латвии вот именно с театрами происходит дело, да, но вот у нас был такой период, да, вот полтора месяца, когда казалось, что все очень плохо. Но сейчас я, спрашивая у своих коллег и так далее, ну, понимая, что мы очень-очень-очень даже в какой-то хорошей ситуации, потому что люди, которые хотят, как сказать, получить поддержку от государства, они ее могут получить. Ну, есть нюансы, да, но конкретно я получил поддержку от государства, да, что очень-очень важно, да. Мой второй оператор получил, да, я знаю, еще из департамента искусства получили, это позволяет сохраниться на половой. И очень важно не поменять профессию. Это еще один момент, да, я не согласен с тем, что надо идти делать то, что ты, ну, как бы перепрофилироваться. К чему это приведет, да, может привести к тому, если я пойду работать, допустим, в банк, допустим, да, и я пойму, что там может заработать очень много денег, ну, допустим, да, если так вдруг сложится, да, со своим образованием и так далее, то я, возможно, не вернусь больше в кино, и культуры все-таки, надо сказать, ну, держат какой-то этический и моральный облик государства и людей, которые в нем живут, да, потому что... Потому это очень важно, на мой взгляд. Ну, я хочу сказать... ...вторых именно тех, кому отрезали кислород, потому что кинотеатры закрыты, театры закрыты, ну, что делать, да. Да, и, в общем-то, закрыты и концертные площадки, то есть музыканты тоже в такой же ситуации. Я читал сегодня, Элтон Джон увольняет прислугу, потому что у него нет доходов, то есть если уже Элтон Джон начинает экономить, то понятно, что что-то, ну, неладное происходит в мире. Но, интересно, я читал, что в Британии, поскольку там ситуация достаточно, ну, эпидемиологическая, очень печальная, то есть там гораздо выше и уровень смертности людей, и уровень заболеваний, то там сейчас очень большие ограничения по работе. Даже если хотят возобновить съемки, ну, вот кинематографисты, они должны столкнуться с тем, что придется или выдерживать дистанцию, но очень много абсурдных запретов, которые делают невозможными, ну, появление актеров в кадре вместе, практически в одно время. Но вот сегодня у нас была из инспекции по труду с утра на радиоболтком, вот наша латвийская чиновница, и она сказала, я спросил ее как раз, а что касается, вот, например, латвийских условий, можно ли снимать? И она сказала, что есть у нас пункт, который говорит о том, что дистанцию 2 метра не обязательно выдерживать, если это требует, ну, условия работы. И таким образом, ну, съемки фильма, они подпадают под это. Если актеры должны быть вместе в кадре, то здесь можно соблюдать. То есть вот как сейчас возобновляются ли, я к тому веду, что возобновляются ли съемки у нас в Латвии? Да, у нас возобновляются съемки, и, насколько я знаю, ну, это, скажем так, на уровне слухов, да, Эллина Мартинс, он начинает снимать свой фильм, значит, этот фильм «Тызлонес» называется по-латышски, по-русски, ну, «Неуклюжие» или как-то так, это школьная такая история, да, про девочек из школы. Не могу больше ничего сказать, но вот в июле она будет активно снимать. Я это знаю, потому что мне недоступна какая-то техника, которую я хотел взять в июле, потому что она на этом фильме. Я знаю, что в августе будет снимать Айка Крапатьян свой фильм «Пиггин пах», о чем фильм, я не понимаю, но я думаю, что это будет завораживающее кино. И я сам буду работать в августе над фильмом художественным о молодежи и о рейв, скажем так, тусовке, да. Именно в августе мы будем снимать, и мы перенесли несколько раз именно съемки из-за вот каких-то условий. Мы не можем собирать там группы людей, вы понимаете, если снимаете рейв, тусовку, то там должна быть толпа как минимум время от времени, да. Что касается законов, то у нас уже опубликована Латвий Свестниц конкретная инструкция, как нужно проводить для продюсеров съемки в это время. И слава богу, там не нужно пользоваться масками, потому что у меня была ситуация, когда я с наилучшей этой маской третьего какого-то сорта снимал с руки, примерно минут 12 бегал туда-сюда, и я чуть не задохнулся, честно говоря. Так что вот этот вопрос, он сложный. Я уверен, что невозможно удовлетворить вот эти законы, скажем так, полностью именно во время съемок, потому что ситуации различные, места разные, узкие, широкие и так далее. Ну, в это нет смысла углубляться. Я думаю, мы находимся в очень хорошей ситуации, и есть новое движение, называется движение съемок, когда находится режиссер и оператор-постановщик за границей и снимается в Латвии. Я еще не слышал прецедентов, но есть такие специальные аппликации, и как бы вот, допустим, представьте, здесь съемочная группа в Латвии, где можно это делать, и съемочная группа, каждая сидит дома, каждый сидит дома там в Лондоне, да, и они управляют, вот, допустим, рекламу какую-то, снимают, как снимать, и пытаются контролировать весь процесс. Вот такие уже есть наработки, и в принципе это реально, да, что какая-то съемочная, какая-то часть съемок передвинется в Латвию, и что-то было бы неплохо. Ну да, потому что, например, сцену, господи, в кино даже самое простое, снять сцену поцелуя, насколько реально или нереально для актеров, если, ну вот, это прямой контакт. Там есть какие-то условия, болел ли актер, не болел, как долго, где он был и так далее, это все можно, как сказать, согласовать и так далее. Но я вот хотел бы пример привести хорошего, очень хорошего кино, я бы сказал, гениального кино, оно меня взяло очень серьезно за сердце, это кино Кирилла Серебренникова «Лето». Фильм, который прозвучал пару лет назад, да, и он же снимал это кино частично, находясь под домашним арестом. Да. Это я к тому, что снять хорошее кино можно кое-как, да, находясь где угодно, да, если у тебя хорошая идея, и ты знаешь, что делаешь. Ну да. А вот говоря про фильмы, может быть, что вы посмотрели за вот это время карантина, я понимаю, что было вот полтора месяца свободного времени, наверняка ведь что-то, были какие-то фильмы, которые понравились, может быть, стоило бы, ну, посоветовать другим людям посмотреть. Да, я сейчас пробежался по нескольким платформам, телевидение, вед телевизии или телевидение, которое у нас есть доступно сейчас вот в Латвии, да, и заметил, что там, в самом деле, очень много хорошего кино сейчас. Допустим, я вот посмотрел такой фильм перед этим «Капернаум», да, «Капернаум» — это очень интересная картина, она, может быть, я не буду сейчас раскладывать сюжет и историю, да, но вот взгляните на это кино, оно и трагично, и с юмором, и очень, ну, очень сильное кино, очень сильное кино. Я смотрел его в связи с другой картиной, которую мне надо снимать. Значит, я бы хотел заострить свое внимание именно на сериалах, потому что сериал в такой ситуации очень хорошее решение, а одна серия один раз в день, да, как бы гарантирует некоторое время. И тут я вам хочу сказать, что сериалы, как бы, меня в очередной раз шокировали. Это такое бывает высокое искусство, да, конкретно очень актуальный фильм «Новый папа». Да, да. Это фильм «Сарантино», это просто невероятное что-то. Вот это второй сезон, да, перед этим был молодой папа, теперь новый папа. Вот, ну, посмотрите, если вам интересно, если вам интересно немножко религия или теология, да, это очень интересная картина. Там есть все качества необходимые, чтобы это кино назвать произведением искусства. Тогда, значит, на меня оставило очень большое впечатление, оставил фильм Шнабеля, Юлиана Шнабеля, Ван Гог после «Ворот вечности», наверное, так, да? Ну, Шнабел, Ван Гог, да. Это, после этого кино у меня прямо трясло, да, так как это рассказ, скажем так, очень интересно снятый, да, о художнике Ван Гоге и его, как сказать, биографии в каком-то смысле, да, цвета и все остальное, конечно, остальное – мое большое впечатление. Я его видел уже раньше, но я в связи с моей профессией я должен пересматривать иногда какие-то фильмы, потому что первый раз я смотрю фильм, скажем так, закрыв глаза, я пытаюсь чувствовать, да, кино, и потом уже смотрю, как технологические, какое технологическое решение. Что касается латвийского кино, я, наверное, ничего не скажу, потому что это будет конфликт интересов, но я бы хотел заметить, что есть два анимационных фильма, которые просто гениальны, да, и они тоже вышли в прокат только что, это «Якобс Мими» он «Рунаёще Суни», значит, «Якобс Мими» и «Говорящие собаки» Эдмунда Янсона, анимационный фильм, который очень хорошо посмотреть с детьми, и мне показался очень интересный именно, интересен факт, что фильм как бы снят на москачке, в москачке, да, что странно, как анимационный фильм можно снять, да, а вот так, там, я просто знаю каждый угол москачки, и сам я снимал, вот, буквально, можно сказать, 18 лет назад я снял такой документальный фильм, «Москачка», как называется, да, я каждый угол знаю, и в этом анимационном фильме я вижу эти места, я всё вижу, это так интересно, это очень интересная работа Янсона, ну, и ещё хотелось бы заметить, из анимации, конечно, фильм «Проям» или… Да, прочь, да, наверное. Прочь, да, прочь, мы, наверное, уже говорили в этой передаче, в этих работах, да, там режиссёр этого фильма один сделал просто большое кино и художественное, анимационное, и им заинтересовались в Голливуде, и это интересный пример для латвийского анимационного кино, да. Да, ну и вот, кстати, может быть, уже завершая разговор, интересно, насколько, если действительно, например, фильм «Проям», он даже не требует перевода, в нём нет практически, по-моему, вообще диалогов, то есть только музыка и движение, действие, вот насколько такие сервисы, как Netflix, там, Amazon, могли бы помочь, например, прокату латвийского кино по всему миру, то есть стирая вот эти границы, потому что всегда всё-таки кинопрокат, он сопряжён с какой-то рекламной кампанией, с какими-то, ну, очень большими вложениями, которые, может быть, маленькая страна не может себе позволить, и здесь понятно, что вот Голливуд, как такая фабрика грёз, она раздавит всех абсолютно. А, например, на маленьких экранах, и вот есть возможность, ну, была бы представить, в том числе и латвийское кино, абсолютно всему миру, это было бы доступно. Вот как? Ну, тут надо сказать, что вообще, в принципе, кино как бы продвинуть на такие платформы или в другие кинотеатры в других странах могут немногие, да, это очень сложный процесс, работа продюсера, но тут хотелось бы заметить, что мы сейчас в мире, в принципе, очень мало снимаем, а потребляем очень много, и в какой-то момент появится дефицит. Может быть, это наш билет, может быть, это наше окно в Париж, так сказать, цитируя одно гениальное кино, да, после советского времени, да, и как бы возможно, что эти ворота нам откроются. Сейчас очень немногие были способны пробиться туда, да, вот в эти платформы или в кинотеатры, да. Ну, будем на это надеяться, и, наверное, спасибо большое за беседу. Александр Гребнев сегодня был в нашей программе «Синема». Спасибо вам, Александр, что вы нашли время. Спасибо вам, Александр. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...